Некогда пустырь превратился в сквер больше 9,5 тысяч квадратных метров. На территории все то, что нужно жителям. Зоны для прогулок, игр, спорта, еще скейт-площадка. Сквер равновесия только открыли, а он уже стал главным местом для отдыха в Восточном округе. Здорово, мы как только начали строить, мы уже были рады, потому что хотели здесь, чтобы это было такое интересное. А вот так сквер выглядел в 2022-м. Местные жители еще не знают, что этот пустырь на Николая Федорова превратится в общественное пространство. Хотелось бы еще для скейтеров зону. Много скейтеров здесь и самокатеров. Какой-нибудь скверик, такой, знаете, пешеходный, чтобы дети гуляли, мамочки с колясками. Территорию благоустроили в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды, национального проекта «Жилье и городская среда». К нему регион присоединился в 2019-м. В развитии инфраструктуры участвуют и жители региона. Они определяют, какие площадки благоустроить и чем наполнить. На голосование выставляют по два дизайн-проекта. В 2022-м в Тюмени решали судьбу трех пространств. Парковки на улице Республики 21, зеленой территории, на Николая Федорова и сквера школьного. Всех агитировали, кто проживает в данном районе. Конечно, все очень рады, потому что очень много мамочек здесь приходит, здесь очень много пожилых людей. В проекте участвует не только Тюмень, а вся область. В прошлом году определяли шесть объектов. Например, в Тобольске, в Центре внимания, сквер, 7-ма микрорайоне и Менделеева. У нас принимало участие 35 волонтеров, которые активно призывали горожан принять участие в этом голосовании. То есть ребята выходили на предприятия города, выходили в торговые центры, на улицы города проводили агитацию и также на массовых мероприятиях различных. В стороне не остались и жители Ишима. Они определяли, как будет выглядеть территория на Карла Маркса. Преобразить площадку между многоквартирниками мечтали много лет. Выставляли мы два дизайн-проекта. Один в себя включал территорию с более направленным для активного отдыха мероприятиями. Это и детские игровые площадки, и вторые клумбы, газоны, деревья. В рамках нацпроекта в области благоустроили десятки объектов. Сейчас строительство идет на площадках, за которые жители региона голосовали в 2022-м. Работы планируют завершить в этом году. Юлия Никифорова, Тюменская служба новостей.